Всем привет друзья! Выбор различных товаров в нашем мире очень сложный за счет огромного разнообразия и не только за счет разного качества товаров или за счет огромного ассортимента. Например, раньше в выборе автомобиля попросту не из чего было выбирать. Бери то, что предлагает автопроизводитель. Сейчас же выбор еще и обусловлен не только качеством автомобиля, но и то для каких целей вы его покупаете. И какие агрегаты в нем должны стоять. Одним из таких пунктов является то, какой же все-таки выбрать коробку передач. Автомат, он же гидротрансформатор, или старую добрую механику. Ведь в автомобиле и та и другая трансмиссия хороша. Но что же все-таки лучше? Для этого нам нужно рассмотреть все преимущества и недостатки автомата и механики. Есть очень много адептов, которые абсолютно не переносят автомат и со всей яростью доказывают, что автомат не нужен и есть ничего лучше механики. Но также есть и второй лагерь людей, которые доказывают, что автомат намного лучше механики и я уже никогда в жизни не вернусь к механике. Те, кто любит механику, считают, что автомат создан для тех, кто не хочет думать, разжижает мозги. За тебя все автоматически включается, тебе остается только следить за дорогой. Так повелось у автолюбителей, что механическая коробка передач – это трансмиссия для настоящих мужиков. Но у механики есть свои преимущества, например, на бездорожье, где ты можешь контролировать каждое движение автомобиля. А в автомате есть свои плюсы в большом городе с пробками, где автомобиль только и делает, что останавливается на светофорах, на склонах, втискивается в ряды и постоянно находится в близости от других автомобилей. И не зря люди на склоне в потоке машин пристраиваются сзади именно к машинам, на которых с большой вероятностью стоит коробка автомат. Ведь машине с механикой, женщиной, да еще и если машина на склоне – жди беды. Машины с автоматической коробкой зачастую реже создают аварийные ситуации, хотя это зависит и от навыков водителя. На сегодня техника шагнула вперед, и мы уже даже не помним, что бы были такие трансмиссии с четырьмя передачами или даже с тремя. Чаще всего это пяти- или шестиступенчатая механика. А когда-то, когда трансмиссию механическую только придумали, в ней было всего лишь две передачи – первая и вторая. В пятидесятых и шестидесятых годах на автомобилях стали появляться три передачи. Сейчас же в любой машине минимальное количество передач – это пять. Механическая трансмиссия лучше в том, что с помощью нее двигатель можно разгонять до красной зоны на тахометре. А на автомате вы так не сможете. Автомат очень медленно и всегда постепенно разгоняет двигатель. Так же и тормозит его. Автомат переключает передачи, когда видит, что повышаются обороты. Поэтому на механической коробке вы будете разгоняться на несколько секунд быстрее автомата. Так же владельцы механики, если научатся чувствовать свой автомобиль, могут научиться очень неплохо экономить расход топлива. Просто пуская автомобиль накатом, предварительно разогнавшись. И тем самым проехав больше путь просто накатом и без нагрузки на двигатель, следовательно, идет меньше расход топлива. В то время как на автомате добиться того же эффекта будет нереально. И вообще коробку автомат не рекомендуют включать на нейтралку во время движения автомобиля. Как это делают на механике. На механике вы просто катясь со скользкой горки можете тормозить коробкой передач. Да и обгон на трассе на механике намного лучше и быстрее. Включается пониженная передача и авто идет на обгон. Также в автоматическую коробку передач льется намного больше масла, чем в механику. В механику льется всего лишь 3 литра, в автомат заливается целых 10 литров. Также двигатель с механической коробкой намного проще завести зимой. Вы просто прожимаете сцепление, отсоединяете коробку от двигателя и двигателю намного проще провернуть все масло. Ему не нужно еще и проворачивать масло в коробке, потому что вы отсоединили механику. Нагрузка на двигатель меньше и он спокойно заводится. Также ремонтировать механику намного дешевле автомата. И механику сейчас могут отремонтировать любые более-менее толковые автомастера и даже неофициальные дилеры. Также механика очень хороша при вождении автомобиля зимой. Почему? На автомобиле с механической коробкой вы можете не боясь буксовать по снегу, а на автомате вообще не рекомендуют буксовать по снегу. Были случаи, что водитель застревал в снегу и просил другого внедорожника вытащить его из этого снега. Но внедорожник отказался, а все потому, что у этого внедорожника стояла коробка автомат. И грош цена такому внедорожнику. Однако внедорожники, конечно же, рассчитаны на такую пробуксовку, и ресурс пробуксовки у них выше, чем на легковушках с коробкой автомат. Как мы видим, ничего в мире не бывает просто так. За все нужно платить. Если хочешь комфорта, нужно платить. Если хочешь комфорта, то нужно заплатить за то, что при случае ты не сможешь помочь застрявшему автомобилю, не вытащишь его из снега. Также минусы коробки автомат в том, что в автомобилях с самыми малыми двигателями при включении кондиционера автомобиль теряет в мощности. Конечно, и у механики есть минусы. Например, новички очень долго привыкают к тому, чтобы нормально трогаться, или, например, очень долго обучаются тому, как трогаться на склоне, когда двигаются на подъем. Также в механической коробке новичок может запросто спалить сцепление, что также выйдет в копеечку при ремонте. Или, например, есть такие водители, которые постоянно держат сцепление полувключенным. Вместо того, чтобы включить передачу и отпустить сцепление, в то время как на автомате просто не получится спалить сцепление. Современные джипы на трассе с механикой и 170 лошадиными силами запросто уделывают на дороге джип с автоматом на 250 лошадиных сил. Также механическая коробка значительно уменьшает ресурс вашего двигателя, потому что механика намного больше сможет дать насиловать двигатель, чем автомат. Автомат бережет двигатель только лишь потому, что гидромуфта намного мягче передает жесткие нагрузки. Это преимущество гидротрансформатора. Мягкость передачи крутящего момента. Двигателю легче крутиться из-за отсутствия жесткого сцепления с коробкой. На сегодня автоматические коробки бывают трех видов. Автомат, вариатор и робот. И на них чаще всего 6 ступеней. Но вскоре ожидается, что придумают и 8-ступенчатые коробки автомат. Современный автомат значительно экономит расход топлива. Минусы автомата в том, что он очень медленно разгоняется. Также у автомата очень часто стоит всего лишь 4 скорости. В автомат нужно заливать больше масла. Автомат сложнее завести зимой. А также автомобиль с коробкой автомат стоит процентов на 10 дороже того же автомобиля с механикой. У автомата дороже ремонт. Современная наука дошла до того момента, что сейчас выпускаются коробки автомат с двумя дисками сцепления. И эти коробки уже давно не уступают по разгону на механике. А вот например вариатор по разгону уже точно превосходит механику. Также конечно же плюс автомата в том, что любой даже ребенок сможет тронуться на таком автомобиле. Это прежде всего комфорт вождения по забитому транспорту городу. А также автомат бережет ваш двигатель, потому как контролирует обороты и переключает передачи строго по набранным оборотам двигателя. Многие автовладельцы, купив автомобиль на механической коробке, тут же начинают поливать грязью тех, кто ездит на автомате. В то время как те, кто хочет автомат, переплачивают за него 50-60 тысяч рублей, чтобы ездить комфортно. Однако правда в том, что современная механика практически неубиваемая трансмиссия, в то время как автомат нужно ремонтировать и обслуживать чуть ли не каждые 100 тысяч километров. Однако и механику нужно обслуживать, меняя часто диск сцепления, особенно у неопытных водителей. А вот масло меняют в механике очень редко. Однако при покупке нового автомата можно смело на нем проехать 80 тысяч километров даже новичку, да и любому, кто не умеет пользоваться механикой. Современные производители авто часто говорят, что их автоматические коробки вообще не обслуживаемые и они рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Но на практике масло в автомате меняют примерно раз в 50 тысяч километров. И если менять масло, то поломки практически невозможны в автомате. Если не менять масло в автомате, то через время появляются пробуксовки авто и подергивание. Также масло плохого качества может причинить поломку вашей коробки автомат. Поэтому масло автолюбители меняют что на механической коробке, что на автомате, даже если производитель указывает, что масло менять не нужно. Учитывая все эти факторы, все равно сложно выбрать между механикой и автоматом. Все зависит от того, кому что нужно. Максимальный комфорт или возможность раскручивать двигатель или выехать из снега. Или подняться на крутую скользкую горку. Но в любом случае этот выбор состоит в том, аналогично тому, какую марку авто выбрать, Volkswagen или Toyota. Обе марки качественные. В современное же время расход на автомате и механике для города практически одинаков. Чтобы найти водителя с автоматом или механикой и пристроиться к нему сзади для безопасного передвижения. Если вы не уверены в водительских качествах, достаточно просто заглянуть в окно и понять, ручка там или автомат. Так вы будете уверены в том, что если за рулем девушка на автомате, то скорее всего можно не бояться, что при движении на склон она вас ударит или покатится на вас. Такого я еще не видел ни разу. И педали жмет, и вяжет. Вот эта рука делится вообще. В современном мире народ очень развалован и очень обленился до такой степени, что покупает машину с коробкой автоматом, чтобы просто ехать за рулем, разговаривать по телефону, переписываться смс-ками и делать селфи. Однако, какая бы трансмиссия ни стояла в вашем автомобиле, все, конечно же, зависит от того, какая прокладка находится между рулем и сидением. И бывают люди на механической коробке плетутся по трассе, как улитки. А бывает человек на автомате едет так и разгоняется так быстро, что и не скажет, что в его авто стоит автомат. Автомат или механика, выбор стоит прежде всего в том, для чего конкретно вам нужен автомобиль. Для того, чтобы ездить и решать дела на нем, не думая о том, как вам правильно переключить передачу. Или для того, чтобы почувствовать автомобиль, глубину связи с авто, обмена желаниями и ощущениями с авто, которые никакой автомат никогда в жизни даже близко не даст. Для тех, кто хочет полного погружения в законы физики, удовольствия и участия в процессе движения, выбирают механику. А автомат выбирают те, кто хочет ехать и наслаждаться пейзажем за окном. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх, а с вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok